Легко ли купить свежую газету, мы решили проверить сами. Попробуем найти ближайший киоск с прессой на улице Короленко. Около полукилометра и вот долгожданный обитель прессы. Люди жалуются, что киосков мало и приходится со всей округи один киоск. На один киоск в республике 22 854 жителя. Рейтинг обеспеченности ларками с прессой опубликовала Ассоциация распространителей печатной продукции. На всю Казань всего 200 киосков. Говорить о сельских районах и не приходится. Место прогулки минут 5, наверное, 10 где-то. Было я дома в моем доме, но его убрали давно уже. Читаю ее в электронном виде, поэтому считаю, что в бумажном виде она не требуется. У меня один киоск около подземном переходе на кольцо. Вот там покупаю газету литературную. Больше ничего не читаю. А пока одним негде покупать, другим негде продавать. Стираж казанских ведомостей в киоске принимают небольшими объемами. И не все успевают урвать свежий номер. Тренд какой в Казани. Идите все в супермаркеты, там тоже есть продажи газет. И как бы продавайте газеты там. Но если вы поинтересуетесь, входной билет в супермаркет очень дорогой. А это уже увеличение себестоимости. Венера Якубова отмечает, согласно приказу Минкомсвязи России, есть нормативы. На полторы тысячи жителей в городах-миллионниках должен быть один киоск. А в Казани он приходится почти на пять с половиной тысяч. Все началось еще девять лет назад. Тогда киоски отказались принимать местную продукцию. Картинка выражает товары, которые продавались на тот момент в системе распространения. То есть продавался глянец, продавались попутные товары. В то время как читатели искали местные газеты. Они нам звонили и говорили, где казанские ведомости. Ситуация обострилась три года назад. Тогда город резко повысил арендную стоимость земель под киосками. Издатели и предприниматели считают, это был тот самый рычаг, с помощью которого исполком вытеснял их с доходных мест. Зуфар Хакимзянов за это время потерял две трети своих точек. Энергозатраты растут, аренда растет, все растет. Аренда настолько выросла, что люди начинают потреблять контент через другие источники информации. Получается, что наши доходы падают. Затраты растут, доходы падают. В связи с этим у нас сейчас осталось около 50 розничных точек распространения. Чтобы выжить бизнесу, сегодня во многих киосках свежие газеты соседствуют со свежей выпечкой, а еще напитками, жвачкой и сигаретами. Турстану Рогалевичу спасти в 2005 году и в 2009 году нам подписал расширенный ассортимент, который можно продавать. И вот здесь вы можете видеть, да, это способствует нам не закрыться. Предприниматели уверены, без помощи властей проблему не решить. Кредиты и аренда на льготных условиях могут по-настоящему возродить сферу. В пример приводят даже не Москву, а Липецк и Воронеж, где платят по 6 рублей за квадратный метр, а то и арендуют абсолютно бесплатно. Лена Зинатулина, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.